МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с тем, что мы уже изучили две формы движения в материи. Одна, самая простая, как называлась? Становление. Сейчас проверим. Становление – это что такое? Возникновение. Это у вас, понимаете, вот если я про вас буду рассказывать, а голова, руки, ноги, ну как-то будет, не совсем, правда? Нет, что бы сказать, вот симпатичная девушка, а вы – голова, руки, ноги, волосы, ну как-то ерунда. Как вы разобрали единое на два элемента, они не элементы, а моменты. Как сделать, чтобы вы сказали, что это моменты? Единство, возникновение и становление. Тогда одно получается – единство, возникновение и становление. Видите разницу? А вы сказали возникновение и становление. Вот ваша одежда и вы. Как-то это вот разделили на куски. Так не годится. Значит, в становлении есть единство, возникновение и прихождение. А раз это единство, значит, не бывает возникновение без прихождения. То есть, если бы я просто взял возникновение, оно потянуло бы и прихождение. А если я взял прихождение, то оно потянуло бы и при возникновении. Потому что прихождение без возникновения не бывает. Если вдох без выдоха, это всё равно смерть. Это всё равно, что выдох без вдоха. Правда? Человек задохнулся, вдохнул и всё. А вот если вдох и выдох, тогда это и живой человек. Ну, они как моменты. Понимаете, вот это понятие моментов люди плохо усвоили в связи с тем, что вообще плохо усвоены диалектические понятия. Потому что это всё-таки топорные понятия. Вот берёт, вот скажем, человек – это скелет, это голова, это ноги, это уши, это волосы. И что? И мы рассказали про труп. Вот в анатомическом театре эти самые студенты, медики, которые хотят быть хирургами, и даже не хирургами, они изучают, сколько там каких костей. Невозможно их перечислить, там их тьма. Самых разных, только на одной ноге найдёшь. И где находятся какие элементы, чтобы не получилось, когда он будет операцию проводить, он у коллеги спросит, слушай, а где у него селезёнка там? И они начинают там обсуждать, где это находится. Так вы сначала порежьте трупы, а потом будете резать людей. Вы бы хотели, чтобы… Вы пришли на операцию, а человек впервые режет только вас. Вам надо такой сюрприз? Или лучше пусть 20 человек этих трупов порежет, а потом уже приступает к тому, чтобы раз-раз сел, маленький разрез, всё хорошо ложил, и точно не начал там разворачивать и искать. Тем более ножницы забывать, как бывает иногда. Или салфетку. Так что такое становление? Можете повторить? Процесс достижения результата. Ну, здрасте. Вот. Зря мы с вами беседовали. Мы с вами об одном беседовали, товарищи. Во-первых, вот смотрите здесь. Ну, вы, наверное, запомнили, что я ведь так просто не пропускаю никакое слово. Что такое процесс? Вы же не знаете. Вот всё такое процесс. И не так просто вот вы сейчас из этого выберетесь. Вот соседка, процесс, можете сказать ей, что такое? А раз она не знает, просветись. То есть я вас спрашиваю, а вы притягиваете ещё одно слово или понятие, которое вы не можете сформулировать. И тогда, и что получается? И тогда вот я на вас нападаю и говорю, вот вы не знаете. Так что такое процесс? Порядок, ну, порядок, первый, третий, четвёртый. Так, а вы? Что такое процесс? Процесс, да. Действие восстановления. Как? Действие восстановления. То есть для того, чтобы знать, что такое процесс, надо ещё узнать восстановление. То есть что-то много надо всё узнать. Процесс, дорогие товарищи, это движение во времени. Во времени. Если мы слово «процесс» употребили, значит, бывает быстрый процесс, бывает медленный процесс. То есть это другое понятие. А вот эти категории, логические, которые мы с вами разбираем, они переход бытия в ничто, так как всякая мысль переходит. Наверное, вспомните сказку про царевну, которая сказала, что выйдет замуж за того, кто отгадает её три загадки. Одна загадка была такая, что самая быстрая. И вот один говорил, что самая быстрая – это птица, а другой, что самая быстрая – это молния. Третий – то. А кто выиграл-то? Как сейчас бы сказали, кастинг. Кто выиграл? Добрый молодец, который сказал, что самая быстрая – что? Мысль. Мысль. Потому что вот сколько времени бытие переходит в ничто? Ну, это вневременный переход, правильно? Бытие, оно по характеру этого понятия, оно переходящее в ничто. Вот сколько времени вы переходите в музеолога? А вы всё время переходите. Вы же музеолог в становлении. Сколько вы переходите? Сколько времени вы переходите? Всё время я перехожу. Нет такого. Если я секунду возьму, и вы и секунду переходите всё время, да? Вы же всё время развиваетесь? Или вы как бы, так сказать, просто такими шажками? А между ними дырки, что ли? Какие-то промежутки, в которых нет движения? Вот это надо тоже понять. Логические переходы. Но эти логические переходы как раз отражают действительность. Что нет такого, что вы просто были вот сегодня равны, а завтра неравны, и потом опять равны себе. Вы всё время равны себе и неравны, если мы говорим об изменении, правильно? Изменение – это равенство и неравенство с собой одновременно. Но вы сейчас равны самому себе или нет? Я бы на вашем месте сказал, я не равна была, когда говорила про процесс. А сейчас я равна самой себе и сейчас говорю правильно. Вот и всё. То есть и то, и другое, конечно. Одновременно. И то, и другое. И поэтому их разделили. Это неразделимые по смыслу. Неразделимые. Значит, мы знаем, что такое становление. А вы знаете, что такое изменение. Мы немножко повторяем, чтобы пойти вперёд, правда? Потому что иначе, если мы где-то не можем встать на твёрдое, как мы можем подняться выше? Как действуют альпинисты? Сколько точек надо иметь, на которые опираетесь? У вас четыре конечности. И вы забиваете туда, в расщелину, значит, крюки. Вот забили крюк. Значит, и вам нужно эту одну руку отпустить, то есть и перехватить. Сколько, на скольких точках вы должны находиться одновременно держаться? На трёх, потому что если вы, вот, когда вы перехватите за это, тогда можете левую руку отпустить. Или вы двумя руками держитесь, правой можете уже поставить. Вот сюда забивали крюк повыше и так далее. И вот тот, кто это аккуратно делает, что он всё время, у него три точки. Ну, представьте себе, там это же камень, расщелина, трещина, раз, и вывалился. А у вас две точки тока. Ну, из двух точек вы прекрасно отправляетесь куда? Ну, не сразу в морг, сначала вниз. Вот мы как-то с коллегой, с Олегом Анатольевичем Мазером проходили мимо кладбища альпинистов в Донбайе. Такое интересное кладбище, и какое-то это очень грустное, потому что там чемпионы СССР такого года, такого года по восхождению. Вот он вошёл там на высоту 60 тысяч метров, зашёл, а основная масса погибла при спуске. То есть все силы отдал, вот, победил, всё, он победил. А вот надо ещё спуститься, а силы уже нет. И где-то сорвался или всё. Там, как говорится, со смертью ходят они рядом. И много-много таких. Их вот, и все именитые такие. Не то, что мы с вами не профессионалы, профессионалы. Но все эти профессионалы, вот, ну и даже им это правило, конечно, правило-правило, может, руки, может быть, уже устают, он не может удержаться. Поэтому человек, думающий о восхождении, должен ещё думать о чём? О нисхождении. То есть надо планировать и рассчитывать силы не на то, чтобы ты поднялся, а что ты поднимешься и ещё спустишься. А если у тебя силы только на то, чтобы вот себя прославить, что я вот, да, первый покорил, ну, да, это тоже такой способ есть. Но это значит, что вот вы заранее себя обрекаете на смерть. Так, так изменение что такое? Значит, мы рассмотрели, повторили, что становление – это единство возникновения и прихождения, да? Движение и исчезнение бытия в ничто, а ничто в бытии. А теперь мы повторяем, что такое изменение. Вы же изменяетесь, правда? Это что значит, что вы изменяетесь? Я перехожу из-за дома в состояние внуково. А то есть одновременно что? Я перехожу из-за дома в состояние внуково. Зачем вам эти состояния? Что это за состояние? У вас какое сейчас состояние? Сколько долларов? Почему вы переходите в состояние? Вот видите, что вы делаете? Вы ещё, кроме того, что вот вы, есть бутылка с водой, ещё что-то придумали, ещё одно состояние. Зачем вам это слово «состояние»? Вот, понимаете, наука состоит не только в том, чтобы сказать то, что нужно, но ещё не прибавить то, что не нужно. Просто переход. А? Изменения – это просто переход. Куда вы переходите? То есть вы всю жизнь в переходе живёте? В метро, знаете, вон там есть переход, Невский проспект, гостиный двор. Так вот, а мы застряли, что ли, вы? Так надо кого-то вызвать, помочь, чтобы вы вышли оттуда. Всё же там, всё, сплошной переход. Вот. Покоя нет никакого. Переход. Дело в том, что я спрашиваю не как бы, не так, чтобы мы на улице с вами встретились, я спрашиваю, а мы вот на эту тему лекцию так целую провели, прошлую, да? Потом и примеры рассмотрели исторические. Ну и для того, чтобы пойти вперёд, я вам рассказываю, скажите, ну, мой подход как преподавателя, я агитирую за то, что он правильный. Потому что если мы хотим пойти вперёд, то мы должны убедиться в том, что мы начинаем от того, что усвоено. Правда? А если мы пойдём дальше, находясь на такой зыбкой основе, то мы дальше не пошли, а мы проваливаемся дальше вместе. Потому что если у нас нет фундамента, как мы на этом фундаменте будем, при отсутствии фундамента будем строить дом. Поэтому я, ну, коротко, но у нас ведь нет задачи бежать. Куда бежать? Ну, давайте я побегу вперёд. А что мы это нам даст? А ничего это нам не даст. Поэтому так вот кто-то может здесь, вот вы, я думаю, мудро очень, так вы скажете сейчас и скажете, что такое изменение. Или изменяющееся нечто, что вам лучше сказать? Что значит изменяющееся нечто? Это разница между нечетом, которое было, и нечетом, которое стало. Разность? Правда. С ума сойти, какие сложности это, какие страшно. Я бы такое не запомнил. Разность ещё, какую сложность вы придумали. А вы что скажете? Или вы? Про изменения. Или изменения, или изменяющееся нечто. Что вам удобнее? Потому что речь-то идёт, конечно, не об изменении, неизвестно чего. Речь идёт об изменяющемся нечто. Например, вот нечто, вот этот компьютер у вас, изменяющееся нечто. Вот по нему щёлкните, так это же изменяющееся же нечто, правда? Всё время там набираете, там разные штуки. Вы есть изменяющееся нечто? Человек вообще не изменяющийся нечто или нет? Конечно. А есть что-нибудь, чтобы было неизменяющимся нечто? Нет. Нет? Значит, остаётся только вот сказать, что же это такое, изменяющееся нечто. Это когда-то тождественные и не тождественные сущности. Вот, хорошо. Да, правильно. Только вы маханули в следующую книгу «Учение о сущности». Там вы найдёте категорию тождества и различия. А в первой книге Гегель, думая, заботясь о тех, кто будет изучать науку логики, и так её непросто, и диалектику, он употребляет более простые понятия. Тем не менее, наши товарищи никак не хотят брать простые, и хотят вот обязательно такие могучие понятия взять. Так вот, в более простом выражении – это равенство с собой и неравенство с собой одновременно. Проверяем на вас. Вы равны самой себе? Да и нет. Как вы сложно отвечаете. Я же спросил, вы равны самой себе? Сказали бы, Господи? Да. А теперь я второй вопрос говорю. Вы не равны самой себе? Да. Ну и всё. Смотрите, как, и вам просто. И только две буквы говорит «да», и всё. Больше ничего. Потому что, а если вы начнёте спрашивать людей, не поднаторевших в философии, вам скажут, вы равны самой себе? Они скажут, нет. Ну если нет, тогда вообще нет. А если только равны? Вы не равны? А если скажут, нет, я вот только равна. А если только равна, значит, я не изменяюсь, я бревно. То есть, ваш ответ правильный. Но всё равно, вы умудрились как-то так. То есть, мне нужно выкопать полуметровой глубины ямку. Я попросил лопату. А вы попросили шагающий экскаватор для этого. Можно, конечно, вырвать ее шагающий экскаватор. То есть, надо, потому что надо знать тогда, что такое тождество. Я вас прошу, с какого тождества вы не скажете. Равенство. Ну если равенство, то что-то вам не взять равенство. Ну, то, что-то слово исполнило первое. Нет, тождество. Тождество – это рефлексия. А понятие рефлексии – это второй том науки логики Гегеля. Тождество и различия. А если тождество – это разность, различие и противоположность. Там это сложные категории. И тождество всегда – тождество чего? Тождество чего? Если уж вы взяли тождество, отвечайте, как сейчас говорят за базар. Тождество чего? Давайте я отвечу. Тождество всегда – тождество различного. Вот мы с вами тождественны или нет? Да или нет? Да, наверное. Что значит «наверно»? Ну, интересное дело, я человек, вы человек. Я бы сразу сказал «да», я вас считаю человеком. А вы, я чувствую себя-то, считаете, меня нет. Если вы считаете, что тут надо, а сомневаетесь, то есть как-то. Поэтому тождество – более сложная категория, и зачем нам более сложная? А равенство, вы сами пришли к тому, что надо взять равенство. То есть равенство с собой и неравенство с собой одновременно. И не так, что всего час равенства, а потом неравенство. Или сначала неравенство, а потом равенство. Одновременно равенство и неравенство с собой. Вот если вы не равны самой себе, это что значит? Это значит, что ваши документики всё устарели. Дайте свои документики сюда, я отнесу их в деканат, а вы идите в милицию и в себе новые документики, новые фотографии, и всё новое, если вы не равны самой себе. Правильно? Хотя, наверное, вы знаете, несмотря на равенство с собой, время от времени в паспорт вклеивают новую фотографию. Почему? Из-за неравенства с собой. Потому что фотография одна, а уже прошло время, из известного возраста, в какой я уже вступил, мне хорошо, мне ничего не надо вклеивать. Я скажу, ладно, еще не так много времени осталось, обойдется с этой фотографией, равенство с собой и все. Так что мне легче. У меня одно равенство осталось. А у вас, вот вы еще несколько раз будете вклеивать фотографию новую по истечении известного возраста. Я сейчас не помню точно, но у них там все продумано в полиции, чтобы потом вас сразу распознать. Так, ну вот, наконец, мы знаем, что такое изменение. Если изменяется, значит, оно все время равно, потому что иначе о чем? О том, что изменяется, нельзя сказать. Изменяется что-то, какое-то нечто же, правда? Вот то, что изменяется, то и не равно самому себе. То есть оно, будучи равным самому себе, не равно самому себе. А будучи не равно самому себе, равно самому себе. Вот если бы вы, допустим, вы изучаете науку логики, до того доизучали, что стали не равны самому себе, приходите на экзамен, я смотрю, а это не вы. Но раз не вы, так и всё, и вас в списке нет. Весь вопрос в том, что вы должны быть и равны, и неравны. И когда вы закончите институт истории, вы, наверное, останетесь равны, иначе все ваши знания как бы не с вами, если вы неравны самой себе. Вы уже не та, и всё. А вам надо это всё сохранить и остаться, при этом равны самому себе. И отсюда и некоторые такие в языке слова, которые кажутся странными, и вот их Гегель даже употребляет, или переводчики употребляют, когда переводят Гегеля. Но это те слова, которые выражают вот такие вещи, как разенство с собой. Вот вы сейчас в себе? А если бы вы были не в себе? А если бы вам было не по себе? Вот у вас бутылочка тут стоит на случай, если вам будет не по себе. А что значит не по себе? Неравенство с собой. Если будет, то раз водички выпьете, и будете равны самому себе. Или я к вам с вопросом, а вы говорите, сейчас, Михаил Владимирович, я приду в себя, я вам отвечу. А где вы были? И вы сейчас придёте в себя. Как вы можете... А где вы сейчас путешествовали? Где вы путешествовали, что вы сейчас придёте в себя? То есть в языке вот такие высказываем, себе, не по себе. А если я сейчас кричать, ну что вы не знаете до сих пор, не можете сказать, что такое изменение? Это что такое было? Это я вышел из себя. Что такое человек вышел из себя? На самом деле, что он? Я могу из пиджака вышли. Так как я из себя-то выйду? Но говорят, вышел из себя. То есть обычно на студентов не кричит. И тут вдруг, ну кто его, или он сам невыдержанный, или студенты его довели. Он начал, значит, на студентку напал, начал на неё кричать. Когда говорят, нормально, вот, и говорят, ну, вышел из себя человек, то есть он неравен самому себе. Пусть успокоится, придёт в себя. Вы скажете, Михаил Ильич, придите в себя. То есть можно тем же ответить. А он сам такой. А можно сказать, ну вы придите в себя. И дальше мы с вами будем тихо, мирно разговаривать. Потому что человек вышел, стал неравным самому себе. И надо ему напомнить, что он вообще-то нормальный, спокойный человек. И зачем кричать? Так что человек, который знает диалекцию, он вообще так более спокойный. Потому что он во всём видит и различия, и тождество. Ну вот, после того, как мы вспомнили, уже две формы движения – становление и изменение, вот ещё одна форма движения, которая называется развитие. Развитие для вас совсем не новое понятие. Почему? Потому что эти понятия все употребляют. Тут ничего вообще нет такого для вас незнакомого. То есть понятия для вас знакомые. А вот содержание понятия, так, сейчас проверю. Вот что для вас развитие? Как вы понимаете, что значит развитие? Вот если вы с пятнадцатого этажа упали, это развитие? Не особо. Ускорение. Да, ускорение было же. Ну что, так как вы понимаете развитие? Переход от одного целого к другому целому. То есть был целый живой, а теперь это живой труп. Это всё целое. От одного целого к другому целого. Подпадает под падение с пятнадцатого этажа. Как вы так здорово придумали. От одного целого к другому целому. Интересное дело. Так. А вы как понимаете развитие? Результат встановления. А? Результат встановления. Результат встановления. Наличное везде. Можете ознакомиться в науке логики. В результате снятия встановления оно отрицает себя и становится спокойной простотой. Это спокойное и простое называется наличным бытием. Вот когда закончится ваше становление как музеолога, вы будете не музеолог встановлении, а музеолог. Станете спокойное и простое. И не надо беспокоиться об экзаменах, о зачётах вообще, ходить там, стоять перед этими преподавателями и ждать, сколько себя поставят. Вы будете спокойны и просты. Наличное вы себе музеолога. А я вас спросил про развитие, а вы мне подаёте. Я вас спросил принести картошку, а вы мне тёркул принесли. Что я должен сказать? Вы мне принесли не то, дайте жалобную книгу, если у вас есть жалобная книга. Так, пошёл в другое кафе. Так, что такое развитие? Мне кажется, вот вы должны сказать. Движение простого к сложному, а меньше. Учитесь, вот. Вот, учитесь. Можете и прозвище дать, учитель. Мудрость, её не пропьёшь. Но вас я уже не спрашиваю, потому что у вас одно целое, правильно? У них тут бригада. И у них они к компьютерам, пока я там у вас спрашивал, они быстренько раз-раз-раз-раз посмотрели. А это никто не отнимает возможности постоянно обучаться. Любыми средствами защищаться от преподавателей, правильно? Вот, если не получается, кулаками, дубинками, компьютером, любыми средствами защищаться. Значит, движение, как вы сказали? От низшего к высшему, от простого к сложному. То есть, допустим, вот у вас низшее, у неё высшее, и я от неё сейчас пойду туда, да, к ней. Это развесе будет. Я правильно понял? От низшего, если у вас низшее, а вот это высшее, я пришёл от низшего к высшему, да? Всё правильно? Нет. Нет. Значит, что-то вы там скрываете. Вот попробуем теперь соседку нам эту ребус разрешить. Если движение от низшего к высшему. Я вот был у подножия горы и взобрался на вершину, от низшего к высшему шёл. Шёл? Шёл. Это развитие моё? Да. Да? А если там я умер? Ну... Это тоже развитие? В какой-то мере это тоже развитие. Что значит в какой-то мере? Это всё равно, что в какой-то мере дурак. Как можно так сказать? Или в какой-то мере подлец? Можно. Подлец, он и подлец безмерный. И дурак тоже. Или умный человек. В какой-то мере умный. Это вот вы, если хотите надо мной поиздеваться, сказать, Михаил Владимирович, вы в какой-то мере умный. Думаю, вы какие изощрённые уже пошли студенты. Это же и не оскорбление вроде бы, да? Так хорошо так. И говорят, вы в какой-то мере умный. Вы хотите сказать? Нет? Нет. У меня с тобой предел по ловности относится к различным. О, куда вы рванули. Нам дайте хоть простое определение. А он слишком много знал. Это, знаете, есть такая карикатура была. Раньше были справочные бюро. И они стояли на улице. Такой был киоск около московского вокзала. Ну и, соответственно, как-то вот карикатуру такую напечатали. Значит, человек стоит у справочного бюро, пистолет лежит на столике перед справочным бюро. И из него дымок идёт. И подпись. Он слишком много знал про того, кто в этом справочном бюро. Что-то я ему отдавал сведения. Такая сеть. Так. То есть, вот смотрите, какая история. Слово развитие для вас всех не новое. То есть, никто не скажет, что вот я вам пришёл, и вы на лекции по философии впервые узнали слово развитие. Ну, нет такого, правда? Все это знают. А что это такое? Может, вы знаете, скрывайте? Высшая форма движения. Высшая форма. Осталось узнать, что это такое. Высшая форма движения. Вот у вас ваше, в принципе, даже правильное суждение. Только вот вы как-то должны так его преподать, чтобы не получилось, чтобы я вот так его исказил, или так вот использовал, вот в таком виде буквальном, что оно не получается уже, развитие. Остаётся последний вариант. Можно я скажу? Развитие – это движение низшего к высшему, простого к сложному. Поэтому можно сказать так, как вы сказали, но уже в этом смысле. В смысле того, что не кто-то третий идёт от низшего к высшему. Есть низшее, есть высшее и третий. Нет никакого третьего. Что есть? Одно. Одно. Вот это одно развивается от своего низшего состояния к своему высшему состоянию. Или просто движение низшего к высшему, простого к сложному. Что значит низшего к высшему, скажут? Это если к начальству идёшь, это развитие. Это для карьеристов. А если тебя понизили, значит, это не развитие. Ну и что? То есть тоже не очень здорово. А вот раскрытие этого говорит о том, от простого к сложному. А сложное, можете сказать, что такое? Сложное из простых. Вот. Вот это вот я понимаю. Сложное из простых. И всё. Почему из простого? Из одного простого сложное. Простых. Вот из простых. Да, из простых. Сложное из простых. Поэтому сложное, да, сложное из простых. Вот движение простого. Простого. Не из КВ. А простого к сложному. А отсюда вот мы тогда приходим к вам и вашу гениальную формулировку наполняем правильным содержанием. Это движение целого. Только не к другому целому. А к самому себе. Вот когда вы развиваетесь из музеолога в становлении в музеолога, как на личное бытие, вы от себя к себе двигаетесь? Или от себя ко мне? От себя к себе. Или от себя к ней? Ну, от себя к себе же вы двигаетесь. От целого. От себя к себе. Вот это движение, иногда говорят так, это движение на собственной основе. Вот люди, которые это понимают, они, например, могут легко понять, что такое социализм и коммунизм, как они соотносятся. Можно сказать, что социализм – это коммунизм. Можно? Или нет? Нельзя? У нас сейчас ничего не запрещено. У нас свобода. Что хотите, то и говорите. Так можно или нельзя сказать? Правильно будет сказать, что социализм – это коммунизм? Ну, вам же придется, вы же музеологи, у нас была целая эпоха социализма, да? То есть социализм у нас был построен в 1936 году. И, по крайней мере, до 1961 года был. Поэтому у вас много-много-много у нас от той эпохи, в том числе такие, которые характеризуются взлетом человеческого духа. И ракеты в это время были созданы. У нас и создано было ядерное оружие. Мы раньше, чем в Соединенные Штаты Америки, термоядерное оружие создали. Первые запустили человека в космос. Потом мы вдруг узнаем, что некоторые наши космические аппараты, уже продаются на Западе по хорошей цене, вместо того, чтобы стоять в музее. Правда? Где находится… Вот мы живем на Васильевском острове. На Васильевском острове есть такая организация вне ИРА. Длинным таким названием. Это рядом со Шкиперским протоком. А Шкиперский проток, туда парусные корабли заходили. Такой вот пруд у нас в гавани. Но дно было выложено дубом. Потом этот дуб доставали оттуда. Марион и дуб из него можно делать всякие очень интересные вещи. И вот рядом с этим Шкиперским протоком находится эта самая вне ИРА. Ранее это было в советское время Всесоюзный научно-исследовательский институт радиоаппаратуры. Там одних рабочих в этом вне ИРА было. Пять тысяч человек. Рабочих. А это вне ИРА. То есть, естественно, там было не рабочих, а еще больше научных работников, сотрудников и так далее. Вот он запустил Буран. Ну, где наш Буран? Товарищи музеологи в становлении. Вы не знаете, где наш Буран, который мы запустили? Американцы запустили, значит, шаттл свой. Мы сделали автоматический аппарат, который вышел на расчетную орбиту и потом в автоматическом режиме без применения двигателей сел на аэродром. Это сейчас некоторые самолеты не могут сесть. А в морсе представить Буран такой. Эта тяжесть невообразивая. Тем не менее, он так был сконструирован, спланирован, и так траекторию выбрана, что он на аэродром, заданный аэродром, приземлился. И где он? Где, товарищи музеологи, наш Буран? Вы куда смотрели? А сказали, что мы в становлении. Это не мы, это они. Мы к этому не имеем отношения. И вот, ну так мы для этого должны знать, что такое социализм. Может, вы знаете, что такое социализм. Потом, в других странах-то этот вопрос не задашь. А у нас-то он был. А? А? Ну, я жил при социализме, потому что я 45-го года рождения. Я захватил кусок, по крайней мере, с 45-го по 61-й. Это не так мало. 61-й отнять 45, это 21-й отнять 5. Это 16 лет. Вот 16 лет, когда мне стало, я еще ничего не понимал и хуже знал вот эти понятия, чем вы. Естественно. Во-первых, вы уже старше, чем я был в 16 лет. Так, чуть-чуть, ненамного. Вот. Так вот, а может, вы знаете, что такое социализм? Что это за рыба? Может, она, она может в Тихом океане водится? Не знаете, нет? И вы не знаете, что такое социализм? Низшая фаза коммунизма. А? Низшая фаза коммунизма. Низшая фаза коммунизма. Фаза. Коммунизм в становлении. Неправильно. Если честно говорю. Коммунизм в становлении, дорогой товарищ, это переходный период от капитализма к коммунизму. Или я не прав? Переходный период. Вот это коммунизм в становлении. Общество новое проходит три этапа. Становление коммунизма. Потом коммунизм, который, первый, который выходит со следами капитализма, с родимыми пятнами капитализма, правильно? Молодой коммунизм. Ну, вот этот молодой коммунизм называется как? Социализмом он называется. Вот этот социализм, который молодой. Вот если я скажу, что вы девушка, это не значит, что я сказал, что вы не человек. Правильно? Вы не оскорбитесь, сказать, вы меня за человека не считаете, потому что ты что такое девушка? Ты молодой человек. женского пола, так? А вот, скажем, про мужчин прямо говорят молодой человек, а про девушек уже так не говорят. Там встает вопрос, а они-то люди или не люди? Некоторые их за людей не считают. Ну, мы-то знаем, что девушка – это молодой человек женского пола. То есть молодой человек – это человек, а не то, что… А в становлении вы когда были? В становлении вы были как человек у трудной материи, правильно? Ну, и там тоже же человек был какой, но в становлении и дышит, кормит его мать через, как говорится, соответствующий. Да, органы и так далее. Кровь, так сказать, тоже снабжается, материнской кровью снабжается он. То есть он человек в становлении. А вот когда он родился, почему, говорят, родил ся. Вот ся. Вот рядом у нас института. У меня там внучка родилась. Я лекцию считал, мне сообщают, что вот там внучка родилась. Сейчас уже она бегло болтает, шесть лет. Теория – это другое уже дело. Человек, а человек, вот, он может быть молодой. А молодой человек – человек? Человек. Вот. И девушка, поэтому человек. Так вот так и коммунизм. Молодой. Как молодой коммунизм называется? То есть что такое молодой? Молодой имеется в виду не вообще молодой, а неравитый, незрелый, там, неспелый, со следами капитализма. Ну, может, допустим, коммунизм выйти из капитализма без того, чтобы не оставалось никаких следов этого выхождения? Может? Вот, скажем, Маркс, Энгельс и Ленин писали, что не может он родиться на свет без родимых пятен. С одной стороны, капитализм можно рассматривать как мать коммунизма, правильно? Откуда он вышел-то, этот коммунизм? Из капитализма. Так? Поэтому, когда он критикует капитализм, это правильно. Ну, как вы? Бывает с мамой натянутые отношения же, правда? Но при этом не надо забывать, что это мама. Говорят, вот, рабочий класс, он организовался, сделал революцию. А кто рабочий класс сплотил? Кто собрал в городах из деревень, вытащил путем от того, что крестьяне разорялись, так сказать, пришли люди на заработки, на заработки были побольше в городах. Кто собрал? Буржуазия, капиталист. У Маяковского поэмой Владимира Решлинин так говорится, «Город грабил, греб, грабастал, глыбил пузо, касс. А у станков худой и вербастый стал рабочий класс». У него вообще там политэкономия в поэтической форме так хорошо рассказана. Рассказано про кризис и при капитализме, что вот директор, лысый чёрт, нет, бухгалтер лысый чёрт, пощёлкал счётами, буркнул кризис и вывесил слово «расчёт». Так что, кто хочет быстро изучить капитал Маркса, может взять просто поэму Владимира Решлинина поизучать, там всё очень сложно, точно, научно, абсолютно. Вот я, как человек, прочитавший «Три тома капитала», подтверждаю. У Маяковского просто строго научно всё. И одновременно красиво. И легко читать. Ну вот, так вот такой коммунизм, который имеет отпечатки выхождения из капитализма. А какие это отпечатки? Коммунизм – это же бесклассовое должно быть общество, правда? Комунис – что означает слово «коммунис»? Кто знает? Комунис. А вот у нас есть коммунальные платежи. Это от какого слова? Коммунальные. То есть, кому налом, кому без налом, да? Коммунальное – что означает? Вам налом. Что значит коммунальный? Коммунальное хозяйство. Это что такое? Хозяйство коммунис. А? Хозяйство коммунис. Ну, это что такое коммунис? Коммунис – латинское слово. Не знаете, товарищи, мы музеологи? Вот вы должны больше меня знать. Как вы вот в истории. Почему? Потому что вы обременены. Вам даже вот у вас тяжело в голове, потому что вы так много знаете. Потому что вы должны знать это все, как собирать, это наследие, хранить, его обеспечивать. Это страшное дело. А мы потом только будем приходить на экскурсию, и все. А вы будете рассказывать. Это я вам сейчас рассказываю. А потом вы же будете рассказывать. А я приду и буду слушать, что вы там расскажете про эти самые предметы, которые вы там храните. Предметы культурного наследия. Ну, так вот. Коммунист – что такое? Не слышали? Можно я скажу? Все-таки у нас неплохо поставлено преподавание. Если не знаете студенты, то преподаватели, возможно, знают. Коммунист – значит общий. Больше ничего. Общий. На общее дело. Что значит коммунизм? Коммунизм – когда общая собственность на средства производства. Больше ничего в понятие коммунизма не входит. Ничего. А если общая собственность, ясно, что классов нет. То есть то, что нет классов, это не отдельно определяется. Это выводится. Общая собственность – ну, какое деление на классы? Общая собственность – а почему больше, чем у меня? Почему у вас фабрики и заводы? Да, а у меня ничего нету. Какое же это общее тогда? Общее должно быть. Давайте эти фабрики ваши. Оп. Все, вы были общие. Общие. Вот поэтому раз. Поэтому и классов нету. Это бесклассовое общество. А поскольку коммунизм – это… Простите, социализм – это молодой коммунизм. Социализм – классовое общество или бесклассовое? Какое? Да, вот если вы умная, а и молодая, то что вы, значит, глупые, что ли? Ну, если бесклассовое общество – молодое, то это что? Объясняю. Молодое бесклассовое общество. Вот если вы молодой человек, девушка, то вы все равно человек, даже если молодой. Поэтому бесклассовое общество в первой фазе называется социализм. Бесклассовое – это вот люди не знают. Вот, так сказать. Это стандартная ошибка. Но если это молодой коммунизм, как, может быть, не коммунизм? Но в чем выражаются родимые пятна? А в том, что есть различия между городом и деревней и людьми физического, и людьми умственного труда. И преодолеть их очень трудно. И это такое долгое дело, настолько долгое, что уже у нас, например, в России коммунизм ушел назад, к капитализму. И мы не смогли мы это преодолеть. В том числе и потому, что люди не понимали, где они живут. Некоторые говорят, мы строим коммунизм. Вот им сказал Хрущев, что мы через 10 лет будем жить при коммунизме. А мы жили при коммунизме. Вы-то не жили. А люди жили с 36-го года при коммунизме. А раз им только говорят, что вы будете, так вот жили вроде жили. А им говорили, что вы живете при социализме, а не при коммунизме. А вообще социализм означает то же самое, что коммунизм. Социализм – это общественно. Смысл-то тот же самый. Это слова синонимы. Ну так разделили просто. Это будем называть молодой коммунизм, социализмом, а более зрелый коммунизм, который освободился от следов. Какие еще следы капитализма? А вот следы капитализма такие, что есть распределение по труду. А главная форма распределения какая при коммунизме? По потребности. А что значит по потребности? Вот скажите, пожалуйста, при социализме в СССР медицинские услуги как распределялись? По потребности или по труду? Допустим, вот вы хорошо работаете, а я плохо. Вы идете к зубному, вам 10 зубов вырвут, а мне только 2, потому что я плохо работал. Так? Или не так? Или вот если у вас есть больной зуб, вам, так сказать, его полечит. А если у вас нет, скажет, вы проходите. И будут лечить меня. И затраты будут общественно на меня. Но вам и так хорошо, что вы здоровы. И не завидуете тем, кто лечится от тяжелых и сложных болезней. Правильно? Радуйтесь, что вас они обошли. Потому что тут есть и случай, кроме всего прочего. Так вот, при социализме вся медицина была абсолютно бесплатной. Еще вдобавок контролировали, еще был учет, еще время от времени проводили обследование. И если вы там не пришли и на обследование, начинают вас терроризировать. Тоталитаризм всех обследовали. Тотал означает... Слово тотал переводите, пожалуйста. Вот вы нас переводите, хорошо. Тотал. Что значит тотал? Да вы начали, это ваше святое. Тотал. Это плохо или хорошо тотал? Тотал означает целое. Я почему к вам и обратился, вот как вы думаете, кто у нас о целом сегодня, Павел? Именно вы. Думаю, она-то уж точно знает. Прихожу к ней, она тоже не знает. Ну что за жизнь? Как нам тяжело. Тотал целое. Потом говорит, ой, тоталитаризм, да, тотально всем было бесплатно. Медицина бесплатная. А так сейчас, как говорится, если у вас голова заболела, идите, купите таблетку. А если у вас что-то серьезное, собирайте деньги. Так? Так, жилье как распределялось? По потребности или не по потребности? Только как вы понялись по потребности? До полного удовлетворения потребности? Такого не бывает. Потребности, они растут вместе с ростом производства. Мало ли, какие у вас потребности? За 100 квартир вам надо. То есть не об этом речь. Идет что-то о том, что если у вас там детей 15, а у меня двое, кому дадут больше жилплощадь? Вам или мне? Вам больше и дадут. Ну, понятное дело, вот та жилплощадь, которая построена, начинает ее выделять. Вам там 5-комнатную или 6-комнатную, а мне 1-комнатную. Ну, будь здоров. Вот я при социализме жил, я два раза. Мои родители получали, получали, естественно, не платили ни копейки, получали жилье. Вот я с мальчишкой жил на Огородниково. Теперь это Рижский проспект, чтобы никто не узнали, где я жил. Вот. И на Огородниково, значит, у нас там была большая квартира на первом этаже и три семьи. Или три, так сказать, отдельные, так сказать, как бы, жилплощади. Одна, вторая и третья. У нас была, ну, вот мы жили, наша семья, жили в проходной 11-метровой комнате. То есть через нас вот был вход в другую, большую, где жила моя тетя с мужем и детьми. И мой дядя Ким, коммунистичный контрактного молодежи. Так он был назван. Так. Ну и бабушка моя. И я очень хорошо помню, что когда мои родители, или особенно моя мать, поссорилась со своей мамой, то тогда у нас забирали стол в эту большую комнату, а мы кушали на чемодане. Мне это очень нравилось. Так вот, на чемодане же интересно так хорошо. Потом отец, который работал на заводе Судомех, получил новое жилье на Московском проспекте, в доме 190. Знаете, там шпиль. Вот мы не в самом доме где шпиль, а тут горизонтально вот к этому дому. И когда мы приехали, там во дворе лежал этот шпиль, и было видно, так сказать, и Московская железная дорога, и Витебская, все там просматривалось. А за Домом Советов, который сейчас весь окружающий, окружен домами, там были капустные поля. Вот в это время мы получили 13-метровую комнату, а была 11-метровая, но не проходную, а в сталинском доме. То есть у нас была большая ванная, а там никакой вот ванны и не было. Была большая ванная, и у нас была кухня, между прочим, с газовыми счетчиками. Но тогда в голову никому не пришло, что газовые счетчики надо устанавливать за счет тех, кто ими пользуется. Вот вы когда идете в магазин за картошкой, вы с собой весы берете? Нет? Нам все время предлагают, чтобы мы его за счетчик заплатили, которые электричество считают. А что, не мы же его, не покупаем на рынке. Или вот, будешь продаете электричество, но и считайте. Ну, сейчас в Думе додумались до того, что платить за счетчики должны те, которые продают. Если вы продаете газ, так хотите установить, а это им не надо. Они просто хотели с вас отбрать деньги. Я как-то для интереса посчитал, сколько нужно денег собрать, чтобы эти все счетчики, которые жмут, вы установили, посчитать, сколько это будет денег стоить. Это получается, вам надо на каждый стояк, на теплую, на горячую воду, на холодную воду, на электричество, на газ и того. 50 тысяч рублей. А у нас сколько живет человек в Ленинграде? Знаете? У музеологи не знают, сколько в Ленинграде живут люди. Это же культурный центр, это историко-культурное наследие. Вы что? Сколько человек живет в Ленинграде? А вы не в Ленинграде живете? Да, я живу в Ленинграде, а в Петербурге. А, вы в Петербурге. А, извините, да, хорошо. А, в Петербурге не знают, сколько человек в этом городе, а в Ленинграде знали? Сколько? 5 миллионов. Сколько? Сейчас в 6 миллионов. 5. Ну вот тебе остается 5 миллионов на 50 тысяч. Умножьте, пожалуйста. Кто первый скажет, чему равно? 5 миллионов умножить на 50 тысяч. Ну 5 миллионов человек. Каждый потратил по 50 тысяч на вот эту ерунду. На вот эти счетчики, которые вас призывают, чтобы вы срочно-срочно сделали. Хотят с вас эти денежки вытянуть. А вы объекты. Разделить на следующий. Чего делить? Ну на 4 тысячи разделить. Ну миллион. Ну разделите на 4. Хорошо. Давайте будем считать. Миллион. Все упрощаю. Тысячи. Чего миллион? Ну у нас 5 миллионов разделить на 5. Пусть на 5. Ну хорошо, на 5. Ну пусть миллион. Давайте не будем на 5. Давайте на миллион умножим 50 тысяч. Это семей. Семей. Сколько половин? Миллион семей. На 50. Умножаем на 50 тысяч. Сколько получается? А что вы, не проходили арифметику что ли? Что мне делать? А как у вас это с наследием-то? Пифагор – это тоже наследие историко-культурное и другие математики. Миллион умножьте, пожалуйста, на 50 тысяч. Вам никогда не быть миллиардерами? Потому что мы узелом из работы. А? Тихо-тихматик. Где эти работы? Там состоящее, что это не будет. Что-что? 4,25 миллиона. Ну, как может быть, 5,50 умножаем на 1, может быть, 25. Вы меня застрелите, так никак не может. Иногда я начинаю думать, что я очень умный. Я-то знаю, что я не очень умный. Но иногда вот у меня такое впечатление, что... Такой задаю вопрос. Ну, школьный. Ну, школьный же миллион. Но это школьная задача. Миллион умножить на 50 тысяч. Как делается? А вот миллион умножить на 50 тысяч. Я думаю, 5 миллионов умножить на 50 тысяч. Уже сократили или вас упростили? Миллион на 5 тысяч. А, я бы ответила. А теперь уже ни за что не отвечу, да? Ну, умножьте миллион на 50 тысяч. Как делается? 50 тысяч и приписываешь еще. Сколько нулей? 6 нулей. 6 нулей. Сколько всего нулей? 9. Ну и что это? Что это? 50 миллиардов. 50 миллиардов. Правильно. Так за 50 миллиардов вас задушат, будут разъяснять, что вам надо купить счетчики. 50 миллиардов. Дают в газеты, в журналы, по радио, ноют виски, листочки всякие вешают. Вы еще не приобрели счетчик? Приобретайте. И тогда с вас, как с овец, с шкуру, сдерут 50 миллиардов. За 50 миллиардов убить могут. Вот ходят. Причем сейчас ходят, сейчас такие фирмочки есть, вам звонят. Сначала звонок по городскому телефону. Сначала такой, как будто видно, что это официальный какой-то звонок. Потом музыка играет, но точно это откуда-то. А потом говорят, вам ваш счетчик просрочен. И вот несчастные бабушки доверчивые, которые, может, они в блокаду тут жили и бегали, еще зажигалки с крыш, так сказать, скидывали. Вот эти бабушки, ну, они верят, доверчивые. К ним приходят, говорят, ну, ой, у вас просрочено. Давайте 4 тысячи мы вам сейчас поставим. Бошуруют там что-нибудь или поставят на самом деле, или могут и на самом деле поставить. А могут там подкрутить что-нибудь, что-то сделать, сверху пыль стереть, 4 тысячи с вас и ушли. А чтобы их не посадили сильно далеко, они ничего больше и не делают. То есть они так в рамках держатся, чтобы им не присвоили, так сказать, звание уголовника. Поэтому они, так сказать, вот в рамках этого и собирают деньги. Если с тысячи человек собрать по 4 тысячи рублей, с тысячи старушек, сколько получается? Слушай, вот вы не можете так собрать, будьте вечно бедными. Ужас вообще, что за люди? Из вас никакие капиталисты не получаются, только музеологи, как я будете. Профессор из вас может получиться, а музеолог, а вот, ну как? 4 тысячи умножьте на тысячу. Ну тысячу старушек, что, проблемой обойти? 4 миллиона. О! Хотите быть мяленеркой? Не хочет она, вот в чём дело. Поэтому она настолько не хочет, что и считать даже не хочет, чтобы не приблизиться к этому. Значит, короче говоря, вот, естественно, в то время никто, ни за какие, ни за какие. У нас газовый счётчик стоял, потом его сняли. Зачем он нам? Ну мы газ больше всех в мире производим. Чего считать там, сколько вот Иванов потратил? Ну это смешно. Это одни затраты для общества труда, эти дела с счётчиками. Воды. У нас Ладожское озеро. Ладожское озеро – это и жемчужина мировой величины. Где вы такое большое пресноводное озеро имеете? Есть ли ещё Байкал? А кто ещё конкурировать может с нашим? Это не то, что там в Бельгии, там, значит, это вот у них раковина, её-то закрывают, и там, значит, водичку наливают, и в ней, и так, и так, и так. И смотришь на них, думаешь, вот бедные люди, как им тяжело. А мы, так сказать, и не чувствовали себя бедными людьми, потому что надо залезть этой воды. Потери какие бывают? Да потери в сетях, там, где-нибудь прорвёт огромную, значит, трубу, и лечит оттуда, и люди тонут. Читали случай. Или, говорят, газ там горит в этих... До сих пор там, где добывают газ, ещё этот газ, вместо того, чтобы сначала его, значит, продумать, как этот попутный газ при добыче нефти забрать, они его зажигают эти и горят там в Сибири. А с вас собирают. Давайте посчитаем точно, сколько вы... Вы сейчас чайничек-то поставили, и вот вы сейчас надо посчитать, сколько вы газика нашего истратили и так далее. Ужас какой. Ну, это мы уже в подробности вошли. Это называется распределение по потребности. А вот, скажем, если вы работаете, то по труду получаете. Кто больше работает, больше получает. Это Ленин и Маркс называли «буржуазным правом». Буржуазным в кавычках. Одинаковый масштаб. Потому что, вот скажем, вы здоровы, а я болен. А получаем одинаково. У вас большая семья, а у меня маленькая семья. А получаем всё равно одинаковое. Равенства нету. Поэтому праведливости и равенства, говорил Ленин, первая фаза коммунизма, социализма, да, не может. Неравенство остаётся, и неравенство несправедливое. Несправедливое. Поэтому, говорит, вот, будет справедливое общество. Да социализм несправедливое ещё общество. И вместо того, чтобы двигаться дальше, такие деятели, как Хрущёв, безграмотные, говорят, мы через 10 лет будем жить при коммунизме. Да уже жили при коммунизме без вас давно, когда вас, так сказать, ещё и не было. Это, во-первых. А во-вторых, добраться до высшей фазы коммунизма – это очень долго и очень сложно. Чтобы уничтожить социальное неравенство во всех отношениях. И ликвидировать различия между людьми, физическими людьми, умственного труда и между городом и деревней. А иногда безграмотные люди пишут, надо ликвидировать различия между умственным и физическим трудом. Это вообще ерунда. Ну вот если у меня умственный труд, это же что я делаю? У меня, я могу, вот как некоторые говорят, наука стала непосредственной производительной силой. Вот смотрите на меня внимательно, сейчас у меня изо рта вылетит жареный рябчик. Раз наука стала непосредственной производительной силой. Не то, что я вам расскажу, вы пойдёте рябчику поймаете и поджарите. Мы вместе с вами сядем и съедим. А я вас научу, как это быстро сделать. Нет. Вы прямо сидите и ждите, когда у меня вылетит этот рябчик. Ну, пока у меня не вылетел. Ну, несмотря на то, что вот нас убеждают, что это так и будет. Вот, то есть мы говорим, вот это, так сказать, этапы развития нового общества, коммунистического общества. Какой этап первый? Восстановление коммунизма. Потом низшая фаза коммунизма, неразвитый коммунизм. А люди безграмотные говорили, у нас развитой социализм. Он может быть развитой, когда есть смысл в неразвитости. Если он разовьется, будет полный коммунизм. И, наконец, высшая фаза коммунизма. Разрешите вопрос. А вот, получается, с 61-го года это было установление коммунизма? Ой, капитализма. Чего? После 61-го года пошло тогда обстановление капитализма? Да, произошла контрреволюция, пошло установление капитализма. 30 лет, что установление капитализма. С 61-го по 91-й год. А в 91-й год завершилась реставрация капитализма. Есть такое, реставрация. Вот люди, которые мудеологи, знают, что такое отреставрировать. Был такой же капитализм здесь, как в других странах. Вот он такой и есть. И там есть безработицы, у нас есть безработицы, и там есть бездомные. У нас были бездомные при социализме? Как? Что? У вас? Есть, но он может быть. Ну, как он может быть, когда жилье, вообще жилье не было, никаких бездомных они не могут. Ну, когда вам сказали, что вы можете продать свое жилье, вы сначала его приводитируете, потом продаете. Вы его продали, а цены вскакнули, а вы хотели что-то купить там, дочки там, внучки и так далее. А уже не можете. Тогда вы с горя напились, а заодно у вас деньги отняли. И все. И стали вывомживать. У вас есть право на жилье? Сейчас есть? Нет. Как нет права, у вас есть. А, ну, в этом... У вас жилья нет, а право на жилье есть. Вот еще Чернышевский издевался над этими фразами о правах человека. Что здесь вот... Право человека означает, что это как право на... Есть на золотом блюде. Если оно у вас есть. Если у вас есть, ешьте. Если у вас нет, возьмите у того, кто есть на время. Или заплатите, он даст. В музей можно пойти, договориться за хорошую сумму. И вам на один день дадут, и вы золотой утвере можете поесть. Но это будет, наверное, нарушение. Но право на золотом блюде у вас, несомненно, есть. Правда? И у меня есть. Нам хорошо. У нас есть право есть на золотом блюде. Если у вас появится у меня на один день, дайте, я хорошо заплачу. Ладно? Я телефончик вам сообщу. 939-6099. Звоните. Ну вот это вот мы с вами что делаем сейчас? Мы с вами обдумываем. Вот это ваше определение, совершенно правильное, это движение, развитие этого движения от себя к себе. Во-первых, это как вот вы говорили, да? От себя к себе, от целого к целому, но от себя не ради этого к развитому, то есть от низшего к высшему, от простого к сложному. Если мы имеем дело не с таким движением, которое от сложного к простому, сложного к простому, это что? Это развитие? Нет. Правильно? Если стало все хуже, и хуже, и хуже, и человек как и что-то сложное начинает рассыпаться на элементы, то это что такое? Это не развитие. Это движение прямо противоположное. То есть развитием называется только движение низшего к высшему, простого к сложному. И никогда оно не выходит за рамки этого целого. Это речь идет об одном. Вот одно. Если то общество развивается, то общество, если человек развивается. Вот если вы развиваться будете, вы что, вот становление ваше закончится, а вы развиваться-то будете после этого? У вас в планах есть развиваться? Есть. Ну вот. Потому что мы же должны подумать о будущем, а то у вас как это сейчас темное будущее, а так светлое. Как только вы закончите свое пребывание в университете, у вас будет развитие потом. Оно зависит от кого? Ну, прежде всего, от вас. От общества тоже зависит. Не очень общество позаботилось о вашем развитии, могу сказать. Почему? Потому что в том самом социализме, в котором я жил, и первое время, после того, как у нас уже было становление капитализма, у нас вузы готовили специалистов. Специалистов. Что значит специалист? Специалист – это человек, который может самостоятельно работать по этой специальности, может идти в аспирантуру, может работать в вузе, и может, так сказать, руководить другими людьми. Он специалист. Теперь вы знаете, что специалисты у нас исключение. В некоторых вузах, там физико-технический институт, кое-какие специальности, скажем, в политехническом университете, специалистов еще готовят. А раз и у вас собрали один год, и вы учитесь сколько? Четыре. Зачем вам много? Много на вас денег идет. Можно эти деньги забрать и рисовать по карманам. Что и сделали. Поэтому вы будете готовиться, в отличие от меня, вы будете учиться четыре года. Более того, по окончании этих четырех лет вы не имеете права поступать в аспирантуру, поскольку вы бакалавры, а не специалисты. А если вам хочется, идите в магистратуру, еще два года будете сидеть. Если, скажем, специалист пять лет учился, если родители его кормили пять лет, то тут надо шесть лет вас кормить. Или вы сами идите работаете. Я эту картину наблюдаю, потому что я в магистратуре читаю на втором курсе. Вот их есть там пять человек, и ходит два. Почему? Ну, потому что люди должны как-то деньги зарабатывать. И они вечером приходят спить в 17-20 в начало. Почему? Ну, потому что работа. А некоторых и не отпускают. Вы же понимаете, сейчас просто не отпустятся работы на учебу. Это раньше правда? Для учебы идите. Нет, за них кого не интересует ваша учеба. А теперь посчитайте, а сколько нужно прогнать преподавателей, чтобы учиться, если учиться уже не пять лет, а четыре года? Ну, нагрузка, пятая часть уже нет ее, правда же? Причем какой? Самой квалифицированной нагрузки нет. Пятый курс. Значит, пятая часть долой. Сколько процентов преподавателей надо уволить? 20. 20 процентов. Ну, нельзя же так просто взять и уволить. Так неприлично. Поэтому просто берут, соединяют вузы, а когда соединят, вытряхивают там, ну, скажем, было три вуза экономических, соединили, говорят, а зачем три кафедры политэкономии? Я сейчас с ума сошли, в одном вузе три кафедры политэкономии. И двух, из двух кафедр выгнали всех. Вот у меня коллега работал заведующим кафедрой философии и социальных коммуникаций, профессор Казенов в инженерно-экономическом, нет, не в инженерно-экономическом, в торгово-экономическом университете. Угол Политехнической и Новороссийской улицы. Беда этого университета была в том, что он на Политехнической одним углом стоял. Потому что на Политехнической есть еще Политехнический университет. И вы раз, и присоединили, экономический вуз присоединили к Политехническому университету. Ну, вы же понимаете, это все равно, что компот влить в суп. После этого говорят, а зачем две кафедры философии? Вот подумайте. Здравый человек, зачем две кафедры? Ну, если мне надо. И эту раскассировали кафедру. Он стал профессором кафедры правой истории. Я говорю, ну, ты ее даешь. Вот у меня звание есть профессор по кафедре экономики и права, а ты тоже правовик. Но по истории и по праву. Это круче. А у меня только по праву и по экономике, а у тебя и по истории. А потом, значит, взяли и все кафедры слили в один суп и назвали этот центр общественных наук. Уже никакой специализации нет. И еще там повытрясали. И вот он больше... Все, он ушел на пенсии сейчас. Это, так сказать, эпизод. Ну, это вы понимаете, что если 20% надо самых квалифицированных людей сократить, то их сокращают и увольняют. И тогда они переходят в объекты культурного наследия. Вот такая штука. А куда вам пойти? Значит, в ВУЗе работать нельзя. Значит, можно работать в школе. А в школе зачем? Педагогических ВУЗов у нас полно. И поэтому пока вы попадаете в ряды безработных. Но музеологи, мне кажется, как раз именно музеологи, поскольку все-таки много у нас музеев, и их еще не прикрыли, а было время тут прикрывали в начале становления капитализма, то пока перспективы тут есть. Причем в музеях есть и ставки старших научных сотрудников, научных сотрудников и так далее. И, в общем, они финансируются. Так что выпуск под некоторым козырьком. Вам повезло. Ну вот, мы с вами усвоили, что такое развитие. Развитие – это движение низшего к высшему, а высшего к низшему. А вы поверите мне, что вот в этом движении нету противоположного движения, в самом этом движении? Поверите? Не поверите? Вы уже поняли, что такого не бывает, что было только движение вперед, а в нем бы не было обратного. Даже вот если вы на реку не видели, вот идет река, а там около берега друг. Или не только водоворот, в обратную сторону идет течение. Потом вот посмотрите на меня. Видите, я развиваюсь, потому что вот я с такими достойными людьми, как здесь присутствует, общаюсь, да, и более молодыми. Я развиваюсь, но вы же понимаете, что я при этом умираю. Вы-то не умираете, конечно. С вами все хорошо, но я-то лично умираю. Будете спорить, что я умираю или нет? Вот прямо на вас на глазах умираю. Потому что вот за время этой лекции, что я с вами провожу, я на полтора часа становлюсь старше. Вы-то нет, вы остаетесь такими же молодыми, а я на полтора часа старше. А вы же понимаете, там полтора, там полтора, там полтора, и набирается потихонечку. То есть идет обратный процесс. Наряду с движением низшего к высшему, которая состоит в том, что человек безгранично может усложняться и развиваться. Да? Безгранично. Есть границы развития? Нет границ развития? Нет. Вот есть границы вашего. Это же хорошо, что нет никаких границ в вашем развитии. И в то же время, как бы мы ни развивались, есть обратный процесс. Да что там говорить? Вот дело сейчас ближе к обеду уже, а уже организма не хватает жизненный актив. А если обеда не будет, так это совсем будет плохо. Но на всякий случай, чтобы вы были стройными, об этом позаботилось в современное капиталистическое государство, и вам платят полторы тысячи. Я, когда читал здесь лекции, когда еще до этого изменения, у нас же был здесь специалитет на историческом факультете, я читал лекции не по философии, по философии я тоже читал, а по философии истории, историкам. Вот спрашиваю вот девушку, вот вы сколько можете прожить-то на эти полторы тысячи? Она говорит, так подумала, так она серьезно отнеслась к этому вопросу, подумала, ну неделю. Я говорю, ну что, значит, я вас в последний раз вижу. Я же через раз в неделю считаю лекции. Это грустная у нас была встреча, понимаешь, стипендию дали, чтобы прожить на неделе. А в эти, как сейчас говорят, в мрачной харизме, значит, у нас была стипендия 35, потом 45 рублей. У меня, например, была Чебышевская стипендия 60 рублей с одной четверкой. А у директора Кировского завода 120 рублей зарплата. Так что люди у нас, живущие в общежитиях, за гроши там проживание было и питание было, грош стоило. При этом они могли спокойно прожить на свою стипендию, даже если им родители ничего не присылали. А сейчас вы умрете и все. И сейчас получается, из-за этого, что все молодые люди зависимые, они как дети. И дети теперь надо в школу уходить. Нас водили один раз. Первый раз. И все. Потому что кто-то ловил детей. А зачем их ловить? Ловить-то с одной целью, чтобы у богатых родителей выжать деньги, отжать. Если у вас нет богатых родителей, вы никому не нужны. Ну, я имею в виду этих бандитов. Вы специально устроились на такую работу, чтобы быть небогатым, поэтому вас никто не убьет. Вы не интересны для этой публики. И я не интересен. А вот как сейчас бандит идет? Он смотрит. Если есть железная дверь, решетки на окнах, обязательно, чтобы была вот эта тарелка. Тогда можно брать эту комнату. А если нет, не представляет интереса совершенно. Так. Так вот, мы пришли к выводу, что есть внутри этого самого развития противоположное движение. Сейчас лекции перезвоню. Внутри развития противоположное движение. Как оно называется? Регресс. О, учитесь, вот. Чувствуете? Я не случайно с вами диалог и я чувствовал. У меня предчувствие было, чтобы знать. Регресс. А тогда что противостоит внутри развития этому регрессу? продолжается разговор. Что противостоит регрессу? Прогресс. А? Прогресс. О. И тогда что такое прогресс и регресс? Это что такое? Как бы вы теперь могли подытожить? это моменты развития. Развитие идет таким образом, что в нем борются внутри самого развития прогресс и регресс. Это относится к чему? Ко всему. Ко всему. Если хотите, возьмите образование в целом. Ну развивайте же образование у нас. Какие-то новые истины мы выясняем, новые приемы, преподавания с другой и отрезали один курс. Это что такое? Это регресс явный. Потому что бакалавр не может поступать в эспирантуру, преподавать в ВУЗе и иметь на госслужбе подчинение больше одного работника. Ну что такое делать? Ну что сделали-то? Обидели. Вас обидели. Мне за вас жалко. Я вот математик по образованию, вот если что, я пойду преподавать математику. Где хочу. Хочешь в ВУЗе, хочешь в школе. И раз у меня есть такое образование. Еще у меня есть специалитет историк и политолог. Поскольку я в ВПК работал, там тоже по профессиональной переподготовке. И пошел и буду преподавать. А вас так, лишают такой узкий коридор. И коридор, музеолог, и будешь музеологом всю жизнь. А вдруг вам разонравится, а нам плевать. Вот как получается. И как бы барьер ставится, чтобы люди из одной профессии в другую не переходили. А может, вам потом понравится еще какая-нибудь профессия. Вот я, например, у меня, когда я прочитал «Капитал», у меня появился интерес к политэкономии. Я кандидат экономических наук. Пошел в аспирантуру и дозащитил через два с половиной года. А потом докторскую по философии. Я-то здесь не учился в этом институте ни одного дня. И в аспирантуре не было, и в декторантуре не было. Пришел и защитил диссертацию. Но читал зато интересно, глубокие книжки, как Гегель в науку логики. А если читать ерунду, так ерунда и будет в голове. Вот, товарищи дорогие, хотите развиваться, развивайтесь. Кто вот, это вот почему говорят «учусь». Тут что этим словом сказано? Учу себя. Да? Я вас учу или вы учитесь? Вы учитесь. А я вам что? Я вам костыль. Я вам костыль. А вот пока вы в вузе в университете, вы с костылями ходите. А потом вы костыль отбросили и полетели. Так? Вот. Надо понять. Поэтому сейчас у вас есть возможность и вы можете задать любой вопрос и выяснить то, что я вам могу ответить. И быстрее продвинуться. Почему? Потому что вы будете 10 месяцев искать что-нибудь там, какой-нибудь книги и блуждать по этим самым библиотекам, а я вам сразу отвечу. Почему? Потому что есть некоторый запас на ней, которым вы можете пользоваться. К чему я вас и призываю. Вопросы задавайте, то я на них буду отвечать. Потому что ну как мы считаем, что кто задает вопросы, тот понимает. Кто никаких вопросов не задает, он как правило не понимает. Кто задает вопросы? Отличники, будущие отличники. Хотите, чтобы я считал вас будущей отличницей, задавайте вопросы. А это почему? А почему это так? И так далее. Это нормально? Для чего нужны лекции живые? Хотя у нас в университете в порядке регресса идет перевод на онлайн. Вот у нас философские дисциплины. Уже у историков онлайн. Большой курс там у меня был 58 часов. И весь первый курс был еще в прошлом году. И на других факультетах онлайн. Онлайн-то значит, ничего вы не спросите. Просто сидите у компьютера, слушайте. Один курс записан который не меняется. И выбирать Вера Надя Люба. Три ответа. С вероятностью 33 и 3 в периоде точно будет ответ. Даже если я ничего не знаю. Так. Значит регресс и прогресс. Прогресс и регресс. Все развитие идет через борьбу прогрессивных тенденций и регрессивных. Поэтому правильное истинное понимание развития это развитие через борьбу противоположностей. Развитие это развитие через противоречия, через единство и борьбу противоположностей. И это связано не с классовым устройством общества. Это вообще связано со всяким развитием. Вот у Сталина есть в работе диалектическом и историческом материализме такое рассуждение о борьбе нового со старым. Новое что поднимается под новым? Не какое-то выдуманное черти какое, а передовое. Вот передовое когда оно рождается передовое то оно слабее старого или сильнее когда оно рождается. Скажите пожалуйста. Новое когда рождается оно слабее старого или сильнее? Слабее. Слабее. Что так думали долго как будто вы не видели мамочку с ребенком. Неужели мамочка слабее чем этот ребенок а ребенок сильнее чем мамочка которая вообще там грудная и сотка грудной и соска или значит новое когда рождается а в науке новое вот вы придумаете что-нибудь в музеологии новое вы тут чего придумали мы тут давно уже сделали вот так и так а вы придумали вас научили в университете или это вам болу сбрело такую ерунду как вы думаете вы должны рассчитывать на то что вас сразу поддержат или будут какие-то препятствия но стоят люди сплоченными рядами привыкли к одному а вы вот предлагаете Francisco когда слабее старого а кто в борьбе нового со старым выигрывает слабейший или сильнейший так думаете как будто это такой сложный вопрос кто вы выигрывает в борьбе сильнейший или слабейший ну сильнейший конечно значит новое будет что выигрывать или проигрывать проигрывать будет значит приготовьтесь дорогие товарищи что если вы что-то новое предложите, хорошее передовое, невиданное. Скажут, это невиданное, то, что вы предложили. Зачем нам это надо? Это одно беспокойство. Это вас научили в университетах ваших? Чему там вас только учат? И так далее, короче говоря. Приготовьтесь. Но если у вас передовое, несмотря на то, что оно терпит поражение, поначалу, оно, поражение ведь имеет и положительную сторону. Если вы терпели поражение, значит, вы приобрели опыт. Так вы опытный борец. И я пришел, так думаю, я такой силачный. Раз, и я упал. Если у вас опыт есть. Правильно? То есть, вот это новое, если оно новое и передовое, оно в этих поражениях не пропадает, а укрепляется. Ну, как говорят, бамбук через асфальт прорастает. Бамбук, раз, точек, раз, 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 раз. А асфальт такой прочный, раз, и все прорастает. Или вот как устроено яйцо. Яйцо вот прочное, вот так, если вы будете сжимать яйцо, сырое, достаточно прочное. А цыпленок какой слабенький? А цыпленок разбивает яйцо? А изнутри оно, вот такое устройство изнутри, оно на разрыв непрочное. То есть, вот цыпленок разбивается, и он для того, чтобы выйти из яйца, он должен его разбить. Вот оно новое. Но вообще оно прочное. Ну, если хочешь, а никто не разобьешь, умрешь. Там вопрос жизни и смерти. Для каждого цыпленка решается, который появляется на свет. То есть, в итоге, это новое передовое прочивает свои, так сказать, способности к борьбе, силу свою набирает, и начинает систематически побеждать. Так что, все будет хорошо. Давайте, ведите борьбу за новое передовое, и будет у вас успех. Но как только вам уже хочется собрать большой двор и устроить по этому поводу большой праздник по поводу вашей победы, появляется новое, по отношению к которому ваше новое уже старое. И вы до этом самом банкете, на котором вы собрались в честь вашего нового, придумываете, как с этим новым, вот этим новым-новым бороться. Потому что она вылезла вот со своим новым, и вот надо ей как бы ей голову-то открутить. Ну, голову-то мне получится, так фигурально выражается. Ну, во всяком случае, сделать так, чтобы она долго знала, как не надо вылезать с такими идеями. И что получается? И процесс повторяется снова и снова. То есть победы, поражения, трагедии, да, это всё не связано с классовой структурой общества. Это общая картина развития в любом, в любой сфере, в науке, в культуре, в литературе, где угодно. Бывает, что вот друг друга исполнители музыкальные, тот хороший, это хороший, но ненавидят друг друга. Просто как кошка с собакой живут и так далее. Ну, что делать? То есть так устроен мир, потому что новое со старым борется постоянно, и через эту борьбу нового со старым совершается развитие. Развитие, можно сказать, это борьба прогресса и регресса, а можно сказать, борьба нового со старым. Но нового не то, что такое невиданно ранее, кто-нибудь выдумал из головы, а новое, в смысле, передового. Передового вас. Нового передового со старым отживающим. И эта борьба постоянная. Тот, кто к этой борьбе приготовился, вот морально, вот смысл вот этой лекции моей заключается в том, что вы должны, если я вот проверял предыдущие лекции, не очень вы усвоили. Вот эту истину, что все новое может устоять и победить только в борьбе, надо усвоить на всю жизнь. Тогда у вас будет румянец всегда такой на лице. А иначе вы будете грустные-прегрустные, вас будут бить, говорят, бедные, они сейчас на меня бьют. Ну, как вы думали? Если вы передовое какое-то делаете, это всегда дробка. Правильно? То есть, поэтому надо к этому относиться спокойно. Ну, что такого, ну, здесь проиграйте, потом выиграйте. Я вот вам тут в этом смысле живой экспонат для музея. Почему? Потому что я вот, во-первых, ну, я очень так быстро защитил кандидатскую за два с половиной года, так сказать, ее досрочно защитил и приготовил докторскую. Приготовил докторскую, вышел на защиту, а поскольку я отстаивал, что наше производство не надо идти на рынок, потому что это приведет к развалу нашей экономики и к развалу вообще Советского Союза, то я получил не две трети голосов, а больше половины членов Совета. Это хорошо ведь? Сразу вот приходит человек с новой идеей, получает больше половины. Это здорово, да? И я тоже считал здорово, поэтому я не загрустил, потому что я две трети. Было бы странно, если бы я с таким... Когда все повернули на рынок, а я бы вышел и говорил, что это бы повернули в деградацию, так сказать. И было бы странно, если бы я получил бы сразу две трети. Поэтому я отнесся к этому спокойно, написал еще две книжки. Первый раз я учил докторскую в 78-м году. И в 82-м опять пошел на защиту. В 81-м. В 81-м. Уже у меня было еще, значит, полсотни работ опубликовано. Ну, там была битва уже два дня. С трех до часу ночи на экономическом факультете. И там профессор Ельмей говорил, здесь наши товарищи в Польше уже на улицу вышли, а мы здесь еще пока. Вот здесь. Чем кончилось? Больше половины, меньше двух третей. Ну, как вы думаете, вот как такой перелом был в стране? Мог я, как человек достаточно уже образованный, ожидать, что сразу вот я приду с противоположной концепцией и получу две трети. Если уважаемые ученые, большинство членов Совета было все это должно. Ну, какое испытывать чувство? Некоторые испытывают чувство. Вот мне не дали докторскую. Да, вроде в этом дело в докторской. Ну, большинство членов Совета проголосовали за себя. Это хорошо же, как вы считаете? Хорошо? Большинство. Ах, вам надо две трети? Ну, нахалы. Хотят сразу, чтобы за них было две трети. Более того, значит, товарищи мои противники, хотя я получил отзывы положительные четырех заместителей директора Института Экономики Академии Новок СССР. Четерех. И вообще было на автореферат больше ста отзывов. Не бывало в какой-то случай. Большинство положительных, конечно. Ну, и та бригада. Бригада приезжала из Москвы, которая выступала против, так сказать, те люди, которых мы в книжке раскритиковали с деканом нашего экономического факультета Моисеевка заживающихся на социализм. И все ждали, что я вот где вынырну, и туда, значит, к этому вот углу, это озеро подтягивали силы. А я вынырнул в философии. А они были не готовы. Я за 4 часа вот здесь, на философском, защитился, и все. Две трети – за. Это вот я вам расскажу, как бывает. Но это по времени было так. Вот я первый раз пошел защищать докторскую в 78-м году, а вот третий раз в 77-м. 78-м и 80-м, через 10 лет. Я защитился. Потом меня вызвали в ВАГ. В ВАГе была ошибка тех, кто за меня, кто против меня. Ну, это нормально. Ну, если вы новую идею такую излагаете, а у меня идея о том, о полномерном разрешении противоречия развития социализма как первой фазы коммунизма. О противоречиях, о таких работ не было. До этого. И вообще не развита была эта проблематика. Ну, и там была стенка на стенку, и меня выпихнули на перезащиту в Институт философии. Это как бы в компенсации того, что я тут не учился на философском факультете, меня на перезащиту в Институт философии Академии наук. И в 88-м году сменили меня всех оппонентов, диссертацию не тронули. И, так сказать, я с этой диссертацией, в том числе главный редактор журнала «Коммунист», товарищ Косолапа был у меня оппонентом, и некоторые ещё другие. И я получил единогласное решение, единогласное, уже не две трети, а единогласное решение в учёном совете Института философии, не будучи философом. после этого вроде бы как можно было сказать, ну, всё, я получил. Ещё подождал год, и через год, в 89-м году, утвердили мою диссертацию в ВАКе, а там тянули тоже до последнего. И я тогда получил должность профессора. А когда пошёл на звание профессора, меня сразу прокатили в университете здесь. И зовут дальше, ещё идите и в следующий раз. Я говорю, не, я не пойду. И так все знают, что я профессор. И я дождался, когда меня снова на должность профессора второй раз проведут, а на должность профессора всего, наверное, более 50%. Две-три дня не надо. А вот тогда уже, когда я два раза уже в учёный совет университета большинством голосов провёл на должность профессора, я тогда подал уже на звание, и тогда никто уже не стал в эту драку входить, как-то неприлично. И я получил звание уже в 95-м году. Вот такая картина. И что? Мне сегодня время кто-нибудь что-нибудь забрал? Вот когда я вот удивился, что-нибудь плохое мне кто-нибудь сделал? Ничего плохого. Я, говорит, отстаивал, доказывал, писал книги и продолжаю писать и так далее. Это нормальный совершенно процесс. В 17-е годы. И я хочу сказать, что я наблюдал другую. Люди, которые не понимают, что такое движение, развитие, они вот начинают нервничать. Один вот у меня коллега, такой грустный-грустный, мы вместе в аспирантуру были, я говорю, что такое с тобой? Ой, у меня доктор, сказал, защищаю. Через год умер. Почему? Нервничал. А что нервничать? Если вы новое передовое будете отстаивать в музеологии, как встретит ваша новая передовая? Сначала в штыки. Ну, сначала. Нормально. То есть, вы должны удивляться, если вдруг сразу все согласятся. Правда? Вот вы сейчас предлагаете, молодец, как все здорово, идите на мое место, вот вам деньги. Ну, вы даете. Вот так обстоит дело. То есть, надо понимать, что это процесс движения вперед в любой области, в том числе и в музеологии. Он связан с борьбой. Поэтому как надо вести борьбу? Вот так, с улыбкой, с хорошим настроением, с полным пониманием, что вы победите. Ну, не сразу. Ну, как вы сразу? Сразу, вот считать, что я сразу смогу победить людей, которые из толпы там уже сидят, авторитетные у них. Авторитета никто даже с вами разговаривать не будет. Он сказал. А вы кто такая? А вы потихонечку набирайте, набирайте, набирайте. Вот. И такие молодые, симпатичные будут побеждать. И все. Красота. Но надо, вот смысл-то понимания того, что есть другое, противоположное течение, регрессивное, состоит в том, чтобы это не портило цвет вашего лица. Правильно? Вот и все. От того, что вы знаете, а что вы должны от этого погрустнеть? А такова жизнь, так она устроена. Пусть цвет лица теряет тех, у кого вы выиграете. В итоге отстаивая что-то прогрессивное и передовое. Вот так. Перерыв 10 минут. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова